МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это позволит это взаимодействие наладить еще на более высоком уровне. И я считаю, что давно, уже несколько лет мы говорили об открытии этого филиала. И сегодня, я считаю, знаменательное событие. На днях специалисты МГУ обнародовали результаты социологического исследования. Как выяснилось, Олимпиада подстегнула не только бурное развитие Сочи в части инфраструктуры. Более 60% горожан регулярно стали посещать спортзалы. Не говоря уже о подростках. Только за последние пять лет на курорте открыто шесть новых спортивных школ. А всего их 26. Открыты секции по 70 видам спорта. На базе школ созданы условия, чтобы спорт был доступен и людям с ограниченными возможностями здоровья. Это еще раз подтверждение того, что как можно посредством спорта, посредством Олимпиады можно сделать счастливым отдельно взятый город, отдельный регион и даже отдельную страну. Вот все как задумывалось, так оно и свершается. Молодой, но уже заявивший о себе сочинский дзюдоист Карлен Полян начинал тренироваться в небольшом дворовом зале. Для хорошего роста в спорте у молодежи должны быть соответствующие условия, говорит Карлен. Теперь они есть. Всего несколько дней назад он вернулся из Майами, где проходило юниорское первенство мира под дзюдо. Человек-подсечка, как называют Карлена Поляна противники, провел четыре схватки и с большим трудом сумел победить. Тяжело было очень, особенно финальная схватка. Я проигрывал по ходу схватки и за четыре секунды до конца соперник запрещенный прием провел и получил дисквалификацию. С кем выигрался? С нашим, с россиянином. Многие отметили, залы нового спорткомплекса пустовать не будут. Расположен он очень удобно в самом центре транспортного узла. Вокруг множество жилых микрорайонов, а значит, молодежи будет чем занять себя в свободное время.